Приветствую вас, София, и, вы знаете, вот, нужно выделить, что конкретно вы подразумеваете под грузом прошлых отношений. Что конкретно вы подразумеваете под этим, потому что не очень понятно, что вы имеете в виду. Вы говорите, что у вас были одни отношения. Но вы расстались с мужчиной, потому что он уехал в другой город. Вот. Вы говорите, что вы сравнивали мужчин со своим первым мужчиной. Что говорит о том, что, что и его вы, вероятно, не принимали до конца таким, как он и есть. Потому что, ну, вы воспринимали его в контексте своих вероятно желаний, своих, в контексте своих вероятно чувств, своих, может быть, потребностей. Вот. То есть, как бы, сравнивание бывшего молодого человека, это всегда сравнивание, это всегда про привязанность, это всегда про зависимость, говорит. Далее вы пишите о том, что встречаете другого мужчину, который достаточно жёстко ведёт себя с вами, который поднимает на нас руку и так далее. И мне, конечно, хочется спросить у вас в таком случае, что мотивировало вас при условии, как вы говорите, хорошей атмосферы в вашей, семье, так, что мотивировало вас, эм, с ним быть, быть, эм, ну, с мужчиной, что вас удерживало. Вот вы и пишите, значит, он был ревнив, поднимал руку, первый месяц я хвалал в финиках, он весил два раза больше меня, ты делал неловко ляжет, усыпнёт, я скрывал от родителей и думал, что исправлю это, понимал, что так быть не должно. Вы знаете, ну, обычно, 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 если отношения между, вот как вы говорите, если отношения между людьми доверительные, хорошие, хорошие, дружные, как, 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 как вот вы их описываете, что правду не скрывают в таком случае, а вы скрывали. Я вас не обвиняю. Сейчас, вы не подумайте, чего плохого. Просто где-то здесь что-то не соответствует действительности. Почему скрывали от родителей? Правду. Потому что, вероятно, они хотели их расстраивать. Возможно, боялись их разочаровать в той или иной степени. Это уже, к сожалению, говорит об отсутствии доверия между вами и родителями. То, что вы скрывали от них. То, что вы терпели побои и жестокое обращение с вами, это вопрос вашей мотивации. Мотивации. То есть, почему вы так поступали? Чего вы хотели? Вот вы пишете каждый день скандалы и ругань. Смотрите. Опять же. Вы говорите, что у меня дружная семья. Я не помню, чтобы, там, мама с папой, да, ругались при нас. Казалось бы, что в этом смысле все хорошо. Но если у вас такая дружная семья, то простите. Вы говорите, откуда, в таком случае, с вашей страны, возникали скандалы и ссоры. Откуда же они возникали, то есть вы же сами, получается, участвовали в конфликтах, получается. И у меня к вам по этой причине вопрос, точнее вопрос, а какой именно вы склад вносили в скандал? Вот судя по вашему общему описанию текста, у вас складывается ощущение, что вы как будто бы, знаете, боитесь близости с мужчиной. Боитесь сближения с ним. Понимаете? То есть вы вроде бы отношений и хотите, но в то же время и боитесь сближения. Вот остается только понять, для чего вам вообще отношения? Почему вы, образно говоря, в них нуждаются в отношениях. Более с учетом того, что вам 21 год и по идее в это время вы, ну по идее в это время человек занимается своим становлением, обучением, развитием, ну не отношениями. А вы, вы озабочены именно отношениями. Дальше, вы пишите, что я очень много раз от него уходил, но меня очень жантажировали, я себя убью и тебя обвиню. В общем, как кто-то себя убьет, может обвинить этот вопрос. Вот. Но то, что вы позволяли себя замерить, говорит о вашей позиции жертвы. Как вы правильно охарактеризовали себя сам. Другой вопрос, что жертвенная позиция, она на равном месте не возникает. Жертвенная позиция, она, как вам сказать. Жертвенная позиция, она имеет место быть, когда человек не отвечает за свои желания. Когда человек не отвечает за свои решения, за свои поступки. Когда человек не отвечает в общем и целом за себя самого. И вот здесь, мне кажется, есть та проблемная сфера, которая у вас может быть. А именно, что с одной стороны, ваша дружная семья не уважала личностные границы друг друга. С другой стороны, были, возможно, повышенные или завышенные ожидания к членам семьи. В данном случае, к вам, например. Вследствие чего, вы скрывали от родителей то, как обстоят дела на самом деле. И позволяли себя синтажировать. Действительно, боясь, что вас могут обвинить или из-за вас человек может покончить с собой. Хотя, это не так, но вы этому верили. То есть, вы серьезно, всерьез брали на себя за это ответственность. И, на мой взгляд, конечно же, на мой взгляд, это нужно исследовать. То есть, на мой взгляд, нужно исследовать, почему такое поведение мужчины стало возможным именно для вас. Как это вообще стало возможным для вас? Дальше, значит, так, я его тогда ненавидел всей душой, да, вот из-за чего была ненавид. То есть, если вы его, ну, полюбили, да, это... Вы ничего не пишите о своей любви, а вот о том, что вы его ненавидели, это вы пишите. В итоге именно остались, что я сказал, что она себе хватит быть жертвы, приди в себя и ушла. Сейчас общаюсь с другими парнями, но хочу знать, насколько сейчас получится применить достойного человека, и как не защитить тот остаток груза в простых отношениях. А какой, собственно говоря, у вас остался груз? Так, о чем речь идет? Что вы понимаете под грузом? Это первое. Второе. Что такое для вас достойный человек? Для чего вам привлекать достойного этого самого человека? Я не ощущу, я не ощущу, я сейчас говорю абсолютно серьезно. Почему вы хотите привлечь достойного человека? Ну, вот образно говоря, да, как вот вы выражаете, то есть вам нужен достойный человек. Вот почему вы хотите достойного человека привлечь? Зачем вам достойный человек? Такое ощущение, что вы преследуете какие-то вот, ну, какие-то свои желания, да, какие-то свои потребности вы пытаетесь. Реализовать, ну, реализовать здесь через мужчину, то есть вам нужен именно достойный человек. Ну вот, вы одного человека считали достойным, и что из этого получилось? То есть, ну, на мой взгляд, стоит спросить себя, что вы понимаете по достойному мужчине и для чего вам его привлекать. Опять же, немаловажным вопросом является то, на каких основаниях вы выстраиваете отношения с мужчинами. То есть, что между вами общего, между вами и, ну, и мужчинами. Вот. Далее. Появление в вашей жизни такого агрессивного партнера не случайно. На мой взгляд, это связано с тем, что вы слишком в силу, вот, может быть, своего воспитания, может быть, в силу своих установок, может быть, в силу чего-то еще, вы достаточно такой скромный, тихий человек. Возможно, даже стеснительный. И это также на вас влияет. То есть, агрессивный человек, это отражение ваших скрытых зон, это отражение того, что вы себя, именно себя можете просто-напросто не чувствовать, а, ну, свободно. И, если это так, если вы себя не чувствуете, а, значит, свободно, то нужно разбираться, конечно, конечно же, в чем именно вы чувствуете себя свободным. И почему, что вы себе подавляете, и что не, ну, что не позволяете, условно говоря, себе отреагировать. Вот. Это, мне кажется, то, на что следует обратить ваше внимание, вам. И когда это будет сделано, я полагаю, что вы сможете как раз таки более аутентично выстраивать свои отношения с мужчинами. Это более аутентично, более самобытно, скажем так. А, что касается груза прошлых отношений, то... Это то, что целиком и полностью состоит из вашего, ну, образно говоря, отношения к тому, что происходило. К вашему поведению, в общем целом, к вашей субъективной стороне. Чем больше, чем больше вот этой вот субъективной такой стороны, в ваших, к примеру, отношениях с мужчинами, чем больше такой вот, ну, условно говоря, позиции, когда вы делаете что-то, что вам, например, откровенно вредит, допустим, тем больше этот самый груз. То есть если вы, ну, если вы, к примеру, вредите себе, если вы, ну, если, к примеру, этот вред себе имеет место быть, то это и есть груз. И вопрос заключается в том, какие противоречия есть вашей личности, что с чем конфликтует, насколько вы целостны в взаимодействии с мужчинами, вот, и... чего вы хотите вообще. Вот это, на мой взгляд, то, с чем нужно разобраться. Есть, конечно, еще и определенная травматичность, то есть это грубое, допустим, ну, грубое, резкое разрушение, изменение привычных представлений о жизни, например. В этом случае, в этом смысле, вам требуется, опять же, психотерапия для того, чтобы привести свои мысли в порядок, чтобы сохранить, допустим, свою целостность, которая сейчас находится под грозой. Также очень важно, чтобы в отношениях с мужчинами вы не пытались реализовать какие-то свои, допустим, потребности, какие-то свои желания, чтобы вы все-таки больше были ориентированы именно на другого человека. Если мы говорим о, именно, отношениях, если мы говорим о том, что вы хотите этих самых отношений, отношений. Либо, либо, если речь идет о, например, чем-то другом, допустим, то вы себе в этом, к примеру, просто признались. Признались и сказали, что, ну, вот я, допустим, там, в отношении хочу, там, чего-то другого. И в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего ужасного. Вот, на мой взгляд, главное, чтобы вы просто в этом себе признались, вот и, как бы, все. Вот и вся, собственно, история, вся суть того, как можно от, например, груза, от машин и с баг, ну, как вы говорите. Вот, ну, теперь все, нужно, собственно, определить, что вы понимаете, понимаете под грузом отношений, потому что у всех людей свое представление об этом. Вот, соответственно, и все. Такой можно вам в софии дать ответ. Вот. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь, что вы проразмыслите над тем, что я сказал. Да, я забыл вам еще, забыл обратить еще ваше внимание на то, что, вот вы пишете, да, так, я скрывал от родителей, думал, что исправлю это, вот, как бы, и думал, что я исправлю это. Что именно это вы хотели исправить, как вы хотели исправить и для чего. Это такое ощущение, что вы к отношениям здесь подходили, знаете, с какой-то, ну, такой позиции, что должны, у меня должны быть отношения. Вот, как-то так. Такая история. Удачи вам еще раз. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкинice Корректор А.Кулакова